Дорогие наши замечательные, трансцендентные интернет-телевидение и радиослушатели, сегодня мы ведем нашу программу «Estoistic Media Studio». И в гостях у нас Вишабанда Прабу, которого знают в миру как Виталия Цветкова, куратора российско-японского проекта Samurai Art of War, человека, который занимается непосредственно выставками японским искусством. И сегодня в первой части нашей передачи мы поговорим вообще о культуре Востока как таковой, о идее преданности, идеях бахтия, до какой степени эта идея пронизывает вообще всевосточную культуру, какой степени она проявлена в Японии. Собственно, наверное, ты никак лучше знаешь про культ воина. Вообще можно ли сравнить культ японского самурая и культ кшатрия в ведической культуре? Здесь необходимо разобраться, что мы хотим понимать под воином в принципе. И в современном мире принято думать, что воин — это человек, может быть, с мечом четыре века назад, с автоматом, бронежилет или на коне — это воин. Но это только внешняя черта, и как у любого предмета есть там, есть профиль, есть анфас, есть сверху, вид снизу. Также у любой личности, особенно у воинов, есть разные грани. И самураи, как и кшатри — это воины, которые в первую очередь всегда говорили, я не знаю, как победить других, я знаю, как победить себя. И здесь важно видеть эту культуру военную, которая всегда была в любой истории, и любой человек мог считаться воином. Но воином на каком пути? С мечом, который несет уничтожение, воюют ради славы? Либо, как самураи кшатрии, воевали ради того, чтобы сохранить мир? Давай все-таки будем говорить о том, что в зависимости от других сословий, там, браманов, которые медитировали, аристократов, которые, может быть, даже не всегда были такими, скажем так, кшатриями. Было то сословие людей, которые реально брали в руки меч, и им реально нужно было решить, что такое добро, что такое зло, что такое хорошо, что такое плохо. А зачастую, может быть, даже и, так сказать, быть инструментом каких-то разборок более высших, там, царей, каких-то чиновников, осалов. Безусловно, воины всегда подчинялись каким-то личностям. Но, опять же, мы можем видеть такую интересную линию, когда самураи где-то на рубеже 12-13 веков сказали о том, что они слуги, они слуги войны, и воюют они ради того, чтобы сохранить мир. Но при этом служить войне просто так невозможно. Где-то война, там, она на поле, либо во дворце, либо у меня дома эта война. И тогда построили очень интересную систему, систему подданничества, когда самураи были подданы своему прямому Сизерену, своему князю, князь был поддан своему князю, и так вплоть до императора, до верховной личности, и каждый из них повелевал, каждый из них воевал, подчиняясь кому-либо. Вот такое интересное сравнение, как гуру Парампора. В Парампоре учителей каждый учителем предан своему учителю. В Парампоре, который ты сейчас перечислил, есть некая идея подчинения. А что по поводу идеалов? Вот, например, если мы видим, например, в духовной жизни, если, как бы, те идеалы, в которые мы верим, они меркнут перед нами, что делал самурай, когда видел, что его идеалы его подводят? Идеалы, по сути, мы можем выделить только два. Первый — это преданное служение, но преданное служение невозможно без некого посредника, то есть преданное служить идее войны, либо идее гармонии невозможно. Опять же, чему служить сидеть в храме? Должен быть посредник, которому осуществляется служение, и он передает его дальше, как гуру Парампоре. То есть некое олицетворение личности в любом случае? Безусловно, да. То есть нужна личность конкретная, с которой можно поговорить, которая может что-то принести, что-то сказать и что-то услышать. Без этой личности невозможна, в принципе, практика для воина любого. Такой еще вопрос. Мы знаем про японскую историю. Достаточно интересные факты, что некоторые очень одиозные герои типа Набунага, в итоге они погибали, и в итоге оставалась целая плеяда самураев, которых называли Ронина, в которых уже больше не было так называемого объективного хозяина, и они уходили в отшельничество, становились какие-то монахами, и, может быть, в этот момент они как раз самые глубокие своей духовной реализации и проявили. Вот как это гармонизировать? Второй, вот как раз сказал, что два есть идеала. Второй идеал, он очень важен, это именно гармония, которую вы вспомнили. Дело в том, что если коснуться самой культуры японской, она по большому счету синтоистская. В синтоистском мире нет сакральных профанных миров, то есть нет рая где-то там в другом мире, нет ада где-то в другом мире под землей. А все здесь и сейчас. Люди, боги, души, ушедших предков, демоны живут в одном мире. И если они живут все вместе, то у них должно быть только одно правило, это правило гармонии. Поэтому гармония не может быть где-то после смерти, когда я попаду в рай. Она должна быть здесь сейчас. Это очень ведическая мысль. Шитхар Махараш говорит, что гармония это строго музыкальный термин, когда все музыкальные инструменты звучат ради какой-то единой высшей цели. И в сознании Кришны мы понимаем, что существует некий центр, это Господь. И гармония достигается не попыткой установления барабана с альтом взаимоотношений, а попыткой играть под руководством дирижера. Потому что великий русский поэт Крылов написал прекрасную басню о том, как мартышка и несколько других замечательных животных сели и пытались организовать музыкальную группу. Она могла вполне называться «Битлз» или еще как-то. Но этот рок-проект 19 века, по словам Крылова, провалился именно из-за того, что в музыкальной группе не смогли определиться с лидером и с тем, кто музыкант. Опять мы приходим к идее распознания истины, потому что, несмотря на то, что самураи явили глубочайший путь преданности и путь гармонии, мы все-таки можем сказать, что их идеалы, тем не менее, были материалистичны у большинства из них. Безусловно, но… Но! Вот это но! Но такие люди, как Ямамото Цунитомо, великие авторы Хагакуры, которые вышли за рамки всеобщего представления о такой чисто материальной идее, они все равно, как идеалисты, пришли к идее духовной, трансцендентной. И вот я бы хотел, чтобы ты рассказал немножко о трансцендентной духовной идее, потому что о такой чисто светской жизни самураев мы можем узнать из книг, из выставок. А вот именно о трансцендентной идее среди тех, кто все-таки вышли за пределы вот такой вот, ну скажем так, обусловленности. Я понимаю, да. Те самураи, которые вышли за рамки самураевства и стали какими-то духовными людьми, стали говорить о каких-то духовных вещах. Их, конечно, было мало вообще. Это очень небольшое количество людей на самом деле, но в любой культуре очень мало апостолов каких-то личностей знаковых. Но опять же, что мне кажется очень важным, самураи идеи преданности сделали как раз социальными. То есть они взяли высокие идеи и приняли свою обычную, обыденную, ежедневную жизнь. А в то время, как можно говорить о том, что, к примеру, атеисты в Индии, они просто не хотят верить в Бога. Но они знают о нем, они как бы в него верят, но отстранены. То есть, говоря по-русскому, самураи – это люди, которые жили по понятиям и готовы были за свои понятия реально? По понятиям взятым очень высоко. Не просто то, что они придумали, а то, что они взяли, по сути, из религиозной и духовной практики и применили на практике ежедневной. Но также появляются личности как Центома, как известные правители, как императоры, которые вели именно духовную линию преданности и говорили о том, что самурай предан своему князю, императору, военному министру, лишь на том пути, на котором он служит в религии. И каждое военное писание, будь то книга «Пяти колеса» стратегии, либо трактата «Во дне», «Бусидо», «Кодексе поведения» самурая, каждый из них говорит о религиозном, о атеизме, а не о обычном социальном. В обычном понимании такого индийского буддизма – это учение о том, что нет ни человека, нет ни ума, нет ни души, нет ни сознания, вообще ничего нет. Но у японцев, насколько я понимаю, что основные линии были последователи Будды и Амитабы, которые все-таки существуют, которые существуют в реальном каком-то духовном мире, которые еще можно прийти, то есть фактически можно сказать, это вишнавизм в какой-то степени. По большому счету, сравнивая, можно сказать так, да, есть какие-то нюансы, детали, на них можно не обращать внимания. Буддизм пришел в Японию в VI веке, и, кстати, очень важно, что очень долгое время Буддизм был только для аристократов, только для небольшого круга людей, которые очень хорошо понимают религию, имеют большие знания, они обладали, в принципе, полнотой знаний, которые тогда могли быть. И они принимают Буддизм в первую очередь, Буддизм, пришедший из Индии, и тогда же поступили таким образом, что из Буддизма приняли не все, не полностью все, что принесли, а только то, что соответствовало их миропониманию. И это были самые сливки, самые сливки из идей преданности и пути, на котором человек, не просто человек, не просто он умер, родился, умер, родился, на котором человек может выйти за пределы санскары как минимум. То есть, скажем так, некий процесс духовного прогресса, который несет буддийская идея, он был принят. Да, конечно. Но получили свой своеобразный японский Буддизм, который значительно изменился, он отличается от китайского, от индийского. Но, опять же, в основных идеях он соответствует большинству религий, которые мы знаем. Симтоизм, Буддизм, Вишнавизм, христианство, ценности, самые высокие ценности, они, по сути, не различаются глобально. Нельзя сказать, что у нас 2 плюс 2 — 4, а у них 2 плюс 2 — это 56. Ну, я бы сказал, словами Бахтина Токура, каждая религия отражает определенную глубину расы, отношения души и Бога. И я так, насколько понимаю, что в буддийском синтоизме идея даси расы или служения самопредания и шанта расы, некого созерцания, восхищения красотой присутствуют в большей степени. Поэтому мы можем квалифицировать это как некий такой начальный атеизм, потому что шанта расы — это нейтральное состояние, когда кто-то очарован объектом. Дальше появляется идея Бахтия, и идея Бахтия проявляется в даси расе, и поэтому там очевидная идея слуги, самурая, господина, слуги перед Буддой, исполнение беззаветной идеи. И с ваишнавами можем сказать, что ваишнавы считают, что даси раса — это основа духовного роста. То есть человек не принял идею на себя, что он слуга, то ближе к дружеских отношениям и родительских, возлюбленных отношений не будет. Потому что считается, что матхури раса — это основная раса. Например, гопи-вриндавана, Кришни могут быть и любовницами, и женами, и родителями, и друзьями, и слугами, и созерцать его красотой. Понимаешь, да? Поэтому матхури раса является пурной расой. Дальше из нее уже, например, уже там, где родители, там уже не может быть взаимоотношения возлюбленных, где друзья, там чисто дружеская раса. Да, там не может быть родительских взаимоотношений. Вот поэтому с точки зрения раскрытия расы, это безусловно, ну как бы мы видим, что в этом есть некое частичное проявление идей, такой санатана дхармы. А в целом Шила Бхактина Токура, он говорит очень интересно, что вот сама санатана дхарма, полно развитый атеизм, с пониманием матхури расы, пришли в этот мир. По сути дела, только с Чайтане Махапрабу, потому что это не то, чтобы там Вайкунты не было или не было преданных. Ну, в соответствии с ведами, мы понимаем, что преданность существовала всегда как вечный процесс. И она существует не только в идеях индуизма, она существует вообще как первооснова любой религии. Но с приходом Чайтане идея столь близких, столь сокровенных взаимоотношений с Господом, с Кришной, опять же, мы понимаем, что душу можно рассматривать по-разному, и Господу можно рассматривать по-разному. В наиболее сокровенном миропонимании, почему Кришна, потому что Кришна — это источник расы, источник взаимоотношений. То есть Кришна, как говорил наш гуру Шилгарина Махараш, с Кришной можно играть в футбол. Например, с Нарайной, с Вишной невозможно играть в футбол. Кришна — это Господь, который управляет не миром, потому что в этом понимании Бог занят какой-то работой, служением, обязанностей. А это Господь, который наслаждается на даче, в кругу друзей, сняв с себя все регалии. И там нету титулов, там никому не говорят «Вы господин министр». Ну, как бы это может осквернить вечеринку, это как бы ряженая патия, когда царь говорит, а теперь мы будем играть за пределами в нашем интимном сокровенном саду, и все будут одеты в костюмах пастушков, и мы будем есть простую сельскую пищу, и петь простые песни. И у нас среди нас не будет старших или младших, среди нас будут отношения, наши будут построены чисто на потоке любви и взаимоотношений. И это очень, как бы, такая ценная идея, потому что среди греков, например, у того же Платона, мы увидим произведение такое, как пир, когда собрались интеллектуалы, великие люди того времени, они обсуждают, что такое любовь вообще, да, там, что такое любовь, если в армии будут воевать только возлюбленные, ну, тут же вспоминается 300 спартанцев, да, где каждый там готов друг за друга отдать жизнь, и один из драматургов говорит, что же за армия-то будет непобедимая, если каждый будет, да, там, любить друг друга так, что готов отдать жизнь. Кто-то говорит, а вот любовь как, ну, там, средство проявления каких-то чувств и эмоций, среди полами, но в конечном итоге говорят, что любовь, по сути дела, присуща высшему бытие, но не могут присудить любовь богам, например, Зевсу, потому что Зевс — это отец с бородой, ну, какая же любовь, тут как бы, ну, мать, там, дети, ну, там, у Зевса бывают какие-то некие косяки с мирскими женщинами, там, рождаются время от времени какие-то внебрачные дети, но как бы, ну, это как бы, об этом на Олимпе никто не делает вид, что никто не знает, но поэтому все-таки в греческой мифологии бог любви — это эрот, да, и тогда возникает, так сказать, идея Платона о двух эротах, эрот как бы духовный, то есть как бы Кришна в чистой форме, который играет, танцует, поет, и некий эрот материальный, который, как бы, ну, проявляется в нашем, как бы, ну, физических взаимоотношениях, как наше некое, скажем так, иллюзорное «я». Вот. Тут, конечно, я могу сказать, что греки далеко ушли от самураев, хотя не могу точно сказать, там, были ли идеи настолько глубокие о любви у самураев. Ну, на самом деле был анализ эмоций человека, переживаний человека, и проанализировали каждое чувство, чувство печали, чувство гордости, чувство любви. Мы сказали, например, что печаль вызывает только три предмета, и все эти предметы напоминают о ушедшей любви, о потере, то есть о любви в разлуке. То есть самую глубокую печаль вызывает только любовь разлученная. Но также проанализировали чувство любви и сказали, что у любви есть три составляющих. Первая составляющая — это любовь только к одному объекту. Вторая составляющая — это объект любви абсолютен. И третья составляющая — настоящая любовь не требует от своего объекта ответа. Но это качество настоящей любви, а есть еще ненастоящая. Они называются сюнга. Ненастоящая сюнга любовь — это вот как род обычный в данном случае, то есть род в нашем обычном мире. По-русски говорите, розик. Ну да. И есть чувство такосага. Такосага переводится как настоящая любовь, вечная любовь. Как раз она не имеет начала конца, она не заканчивается, у нее только один объект, он абсолютен. Он не требует взаимности. И вот это интересная идея, что недавно слушали Шидхар Махаража. Шидхар Махараж очень четко говорит, что в вашем мире вы считаете, что в вашей цивилизации, что любовь — это два объекта, два возлюбленных, там Ромео и Джульетта. Он говорит, у нас в Индии все немножко по-другому. У нас считается, что объект любви, он должен быть один, и он не должен требовать ответной любви от объекта, и только пожертвовав собой, и может быть произойти полная цена. Или вот японскими словами, любить объект, чтобы он не знал, и умереть с этой любовью, чтобы он не знал. И вот такая достаточно интересная идея. Все, что мы знаем о любви, по сути дела, от греков, это, наверное, пир в большей степени. Я уверен, что есть еще произведения, но как бы пир — это такой, по крайней мере, скажем так, манифест любви, понимания с европейской точки зрения, с вайшнавской точки зрения. Самая глубочайшая книга — это Бхакти Расамидасинду, которую я написал в Рупагаслами. И основана эта книга на, как ни странно, как на Барретт Нати Шастри, произведении мудреца Баррета, который известен как первый драматург, который описывает различные расы, переживания. Но он описывает это в искусстве. Я был очень сильно удивлен, что многие драматурги описывают театральное мастерство, так глубоко, интересно, но они не могут, буквально наслаждаются идеей того, что они проникают в самую глубину человеческих эмоций и переживаний. Но они не могут, например, скажем, не могут прийти к идее, что на самом деле великий драматург — это Господь. И то, что они описывают в качестве игры, имеет некое объективное начало в мире высшей реальности. И вот как раз здесь Рупагасвами он и переплевывает всех полностью драматургов прошлого, потому что они много говорят о сцене, об обстановке, о том, что без правильной сцены драма невозможна, а без правильных переживаний, без подлинных переживаний драмы сыграть, сымитировать ничего нельзя. И в конечном итоге, вплоть до того, что когда ты играешь что-то, ты этим становишься. Ну, тут мы понимаем, да, и Чехов, и Станиславский, и пошло, и поехало. На Востоке гораздо больше ушли в разные состояния, переживания. И это, собственно, об этом вообще могут говорить некие ценители, очень тонкие ценители, эстеты. И тут вот тебе оказывается, что Рупагасвами он говорит, что, ребята, да все на самом деле глубочайшие взаимоотношения, они разделяются на разные расы, на разные взаимоотношения между душой и Кришной. И в этих расах вы найдете вот такие-то составления. А если вы хотите понять антологию, историю этих рас, то единственное, что вы сможете, где их вы сможете увидеть до конца, это в Кришной лилии. Если вы еще глубже взглянете, да, то есть вот как раз идея разлуки, она в высшей степени начинается в Кришной лилии, но потом она появляется в идее Гоурангия. Вот. И тут, опять же, возникает вопрос. С одной стороны, ваишнавизм для всех. Люди говорят, пойте Харе Кришной и будьте счастливы. А с другой стороны, высшая идея ваишнавизма это петь Харе Кришной и быть полностью несчастным. Вот. Но в этом несчастье, ну, понимаешь, да, в абсолютном полном несчастье и проявляется то самое высочайшее счастье любви, о котором мы сейчас говорили с тобой, о том, что объект должен быть один и то, что ответности, ашли шива, па, даратам, пинашу, мамма, даршина, мамма, хатаку. Шичитане Махапрабу говорит, ты можешь никогда не отвечать мне, можешь полностью разбить мое сердце. И вот это очень интересно. Ну, может быть, я не знаю, может, ты добавишь еще что-то? Есть такой пример, опять же, он социальный, из обычной мирской жизни, но этот пример произошел в 18 веке, история о Ронинах, когда многим известно 47 Ронинов отомстили за своего господина, они пожертвовали жизнью и умерли. Но очень ценно, что перед штурмом замка, перед тем уже, как умереть фактически, Ронины написали стихи предсмертные. И многие говорят, стихи это глупо, писать стихи до пересмерти еще. Но они настолько тонко переживали, что эти тонкие переживания невозможно выразить в грубых словах, там, прозе. Они выражали в поэзии, как говорил Ахматово, можешь не писать, не пиши. Они не могли не писать в это время. Но и они написали, что, к примеру, вот один, ему было 70 лет, он пошел штурмовать, они победили, убили врага, и он после уже штурма пишет, что всю свою жизнь я думал, что ничего не сделал. А хотя он 70 лет служил князю, он был одним из лучших слуг, и благодаря его идеям княжество развилось максимально. То есть князь был один из самых богатых людей, говоря этому человеку в том числе. И этот человек пишет, что я думал, что ничего не сделал. Но сейчас я понимаю, что отомстив хотя бы, я сделал хоть что-то, и хоть какой-то из моих поступков может считаться настоящим поступком. И так сказал каждый из них, но более того, даже их жены, их дети, их родители, они поддержали их в этом, и видя, что, например, сын одной из матерей не может идти на штурм, не может выполнить свой долг, а из-за того, что он должен ухаживать за своей матерью, эта мать совершает самоубийство, чтобы не обременять своего сына заботой о себе. То есть настолько она была предана не столько сыну, сколько идее этого сына. Это обычная жизнь, обычные люди. Вот я как бы могу прекрасно понять, что для нас на сегодняшний день говорить о японских идеалах того времени, а может быть сегодняшнего, потому что последний там японский солдат сдался в 70-каком-то году, для него война не была закончена. Это очень-очень сложно для русского человека, который считает, что он вообще венец творения, что он эпогея цивилизации, что вообще там Америка, там Восток, это все полное, извиняюсь, заражение, говно. Вот, а он, вот он только есть. До какой степени вообще вот можно понять вот этот восточный человек, стоиспорченный человек, как мы? В таком глобальном эгоизме. Возможно, если мы примеряем это только на себя. Многие допускают такую ошибку, берут чужую историю и натягивают ее на себя, на свои мышления. Ну а на что натягивать? Должен сопереживать, как бы. Ну, уважение нищим духом было уже давно сказано и необходимо отказаться от каких-то личных людей. То есть я этот цвет называю только серым, никак иначе. То, что его называют там фиолетово-зеленым в другой стране, меня это не волнует. Нет, ну подожди, такое есть. Вот смотри, там, мы врем, мы предаем, мы полностью лишены каких-либо глубоких идеалов. И вдруг появляется некая история о том, что мать какого-то человека пожертвовалась жизнью собой, чтобы он пожертвовал жизнью собой для того, кто давно уже умер. Для нас странно, да. Ну вот. И благородство, самопожертвование в истории этих людей является реальным действием. Понимаешь, что это как бы там кто-то обижается, делает себе сипука. Ну вот, тут, ну понимаешь, да, там, ну как бы вот... Это тоже не часто, то есть важно понимать, что не каждый идеален, там, не каждый жертвовал жизнью, либо там бежал за кого-то мстить, либо совершать самоубийство. это понятно, это понятно, но мы просто говорим, что 47 таких человек. Всего 47, то есть всего 47 из многих-многих миллионов самураев за всю историю, ну фактически, по крайней мере, за историю эпохи мира. То есть были тысячи самураев единовременно, сотни тысяч во всей стране, миллионы за несколько веков, а 47 из них только 47 запомнились, потому что только 47 смогли так поступить. И те же самураи говорили, что неважно, как поступает человек, важно, почему он так поступает. То есть необходимо видеть не сами поступки, сколько смысл этих поступков, их цели, идеалы, идеалы, к которым стремились эти люди. Нельзя сказать, что вот идеальный человек, вот идеальный, мы смотрим на него и идем за ним. Это тоже глубоко подумать. У нас есть еще один гость студии, который ходил вокруг студии, наконец-то он пришел в эту студию. С ним ты вел передачу «Культура мани». Я надеюсь, что, может быть, завтра у вас будет такая возможность схлестнуться в интеллектуальном поединке на духовные темы. Если честно, мой слабый моржечок не выдерживает глубокого погружения в японскую культуру, потому что, как любой обыватель, я пытаюсь переложить эти ценности, идеалы на себя, и у меня она как бы некая неисклейка реальности. Поэтому мы возьмем уже попроще, благодарим, наверное, висшую праву, он прекрасно говорил о столь ценных идеалах любви. И здесь у нас более такой, как бы, я бы сказал, приземленный человек, да, который, человек, который, да, из Смоленска, не так, вы знаете, да, что у нас и патриарх из Маленска, кстати, вот, ну так, могу сказать, что он, может, вполне тянет на следующего патриарха вишнавизма, ну вот, если еще, конечно, лет 20 или 10 хотя бы потрудится над нашими теологическими трудами, то, когда будут говорить, а кто же составил все эти книги и комментарии, он скажет, что это такое? Сахадев Смоленский, ну вот, перед вами, вот, Сахадев Смоленский скажет, а что же сделал Вадут Махараш? Скажет, да, ничего, ничего, собственно, не делал, ну вот, ну, есть несколько бесед его с Сахадевом Смоленским, где Сахадев Смоленский дает ему наставления определенные, ну вот, очень, я хотел бы воспользоваться такой возможностью, вот, то, что ты сейчас услышал, все это хорошо, ты сейчас услышал беседу о любви и взаимоотношениях, вот, ты сейчас занимаешься Бхагавадгитой, это, в принципе, то, что мы, как бы, рекламируем, позиционируем, как эта вот, книга такая, духовная такая, самая крутая, как вообще это связано с Бхагавадгитой? Ну, Бхагавадгитой? Вообще, со священными писаниями, любовь как-то укладывается в форматах священных писаний? Любовь укладывается всегда в формат священных писаний, потому что, можно сказать, что любовь — это высшая форма человеческой жизни. Ты любил, когда кого-нибудь высшей формы человеческой жизни, честно скажи? Ну, средней формы человеческой жизни, наоборот. Вот, бхагавадгита, она в основном говорит о долге. Так. Вот. И в ведических писаниях великий святой Бхактивино Такур, которого мы вспоминали, он выделил определенную градацию. Он говорит, что вот это книга о долге. И третья глава, она называется «Карма-йога», йога-долга. И Кришна говорит о том, что «исполняй свой долг, будь предан своему долгу, исполняй долг бескорыстно». Но в какой-то момент он говорит такие загадочные фразы, он говорит, что «но, когда ты находишься на определенном уровне, то у тебя нет никакого долга. Что это за уровень?» И Шихарам Ахраджан объясняет, что существует четыре тенденции, которые побуждают человека действовать. Это объясняет Бхактивино Такур, читание Шикшанрити. Первое — это страх. Затем — это желание выгоды. Затем — это долг, следование идеалу, пожертвовать собой ради Родины и так далее, ради человечества, посвятить жизнь Богу. Но самая высокая форма деятельности человека — страх и выгода — это две ниши. Они связаны с инстинктами. Долг, он связан уже с идеалами, но не всегда исполнять долг приятно. Не всегда. Иногда ты думаешь, что «да, я должен это сделать, но ты заставляешь себя, но любовь, она фактически не оставляет тебе выбора». И анализируя уже любовь, Шитхара Махарадж, он говорил, что в любви существует два уровня, такие как самопожертвование и самозабвение. Он говорит, что кто-то руководствует желанием явить людям истину, например, как Сократ, он мог явить пример самопожертвования. И самураи являли пример самопожертвования о том, что это тело, эта жизнь все равно временна. И лучше пожертвовать ей ради служения высшему идеалу. Но в самозабвении личность «я» любящего настолько растворяется в «я» возлюбленного, что человек может провести всю свою жизнь в самопосвящении, в самопожертвовании, пойти на любой подвиг и даже не заметить, что что-то происходит. Поэтому как высшую форму любви описана любовь самозабвенная, когда «я» любящего растворяется в «я» в отлюбленного. Я не зря тебе задал такой подковыристый вопрос по поводу твоей личной любви, потому что мы должны признать, что светлое чувство, даже когда это чувство теневое, неподлинное, между мужчиной и женщиной или между друзьями, оно приходит к нам само собой. То есть это не то, что является для нас таким неким состоянием, где мы можем сесть в медитацию, скрестить ноги, загнуть пальцы, почувствовать вибрации. То есть вожделение легко достаточно разжечь с помощью воображения. Любовь, как заставить полюбить себя? Это зависит от определенной пробужденности души, от определенной чуткости личности. И в современном мире используется только одно слово «любовь». В древних культурах говорили о самураях, Сюнга и Токасага. Уже два определения любви. И допустим, те же греки, которых мы вспоминали, они выделяли множество видов любви. если мы будем читать, мы услышим знакомые слова. Например, строгая, строгий человек, строгая — это любовь педагога к наставнику. Или, допустим, мания — это слепая любовь, страсть, которая в основном основана на вожделении. Или филия — это любовь дружеская, отношение друзей. мания, филия, строгая, прагма, прагматизм, по-моему, супружеская любовь. Но так или иначе, можно посмотреть, и это доказывает, что греки, они прекрасно понимали, что то, что мы называем, мы сваливаем в одну кучу, на самом деле совершенно разное состояние. Подобным же образом греки Платон, он выделил две афродиты. Афродита — пандемас и афродита — ураниус. То есть афродита — народная, афродита — небесная. Или любовь земная и любовь небесная. И в ведическом мировоззрении существует также понятие камы и премы, то есть любви, которая основана на основе вожделения, когда, видя красоту, я пытаюсь наслаждаться ей. Я срубаю елку на Новый год, ломаю сирень, девушка, мне интересно, я до первой автокатастрофы серьезностями и так далее. Идея вожделения — это красота для меня, моя маленькая домашняя красота. А идея премы — это то, что пробуждается другое я души, когда свое счастье она видит в том, чтобы отдавать себя красоте. И это, естественно, является очень высоким, очень редким достижением, но с другой стороны, в этом жизнь души — жить в посвящении себя абсолютной красоте. Абсолют. жить премой, а не камой. что я услышал, в принципе, как бы говорит о том, что неужели вот греки, индусы, там, японцы, вообще у нас, русских, что-то было подобное, хотя бы близкое, кто-то из классиков говорит, начиная с Достоевского. В целом, глубокое осмысление любви пришло вместе с христианством, причем именно осмысление любви, как любви небесной. Потому что, если мы говорим о греческой культуре и цивилизации, то греки, они не противопоставляли телесное удовольствие, чувственность и эмоциональное отношение. Но уже если мы рассматриваем ведическую культуру или христианскую, то мудрецы там, они заметили, что эти два направления развития личности, они противостоят друг другу. Что если ты уходишь в чувственность, то твое более тонкое я скрывает себя. И наоборот, если ты превозмогаешь чувственность, то ты начинаешь постигать мир сознания, мир преданности, более тонкие измерения бытия. Поэтому даже в чувственной Греции наиболее признанные философы, такие как тот же Платон, они проповедовали, это было также у стойков, они проповедовали воздержание, аскетизм, самоконтроль. И удивительным было то, что это было добровольно. Не было категории греха, но просто философы говорили, если ты хочешь действительно познать себе не животное, а какое-то более глубокое идеалистическое начало, то научись контролировать себя. Поэтому популярное слово целомудрие, которое сейчас есть, оно обычно понимается ну просто как там, только в браке, только с женой. Но философия целомудрия, христианская, она такова, что целомудрие, это не только физическое тело, но это мысли, это речь, это все, устремить все себя в более высокую реальность, отвлечь чувства от объекта. Ну а как там понять таких про Махамс, как бы Киринат Токуру, у которого было 9 детей? Если ты открыл для себя другой мир, то ты можешь действовать в этом мире любым образом. Поэтому, скажем так, что мастер единоборств, он далеко не всегда должен драться, сражаться, он просто уже постиг единоборство, он в любой момент может побеждать. Поэтому тот, кто однажды победил вожделение, действительно победил, он никогда не пойдет его жертвой. Поэтому, собственно, среди тех подвижников, которые живут в семейной жизни, существуют две категории. Первая категория, наиболее популярная, это люди, которые просто не могут практиковать монашество, аскетизм, то есть их физиология, их специфика не позволяет, по крайней мере, в какой-то момент жизни. А существует и рай, категория людей, которые уже, в принципе, существовали в другом измерении бытия. И для них любая деятельность это было формой служения Господу, абсолютным. И мы не можем ограничивать, абсолютно не можем сказать, что только монахи, или только, потому что, будучи семейными людьми, они были также людьми социальными, и они распространяли в обществе определенные важные идеи. Поэтому... Да мы можем сказать, что без Бхактинона Токура вряд ли вообще мы могли бы сидеть здесь сегодня в этой студии и говорить о столь возвышенных вещах, ведь именно он дал толчок к возрождению ваишнавизма, иначе ваишнавизм был бы либо красивыми сказками Бенгалии и Вриндаваны, либо он явно бы не вышел за пределы Индии, не было бы ни Бхактинсиданта Сарасвати Токура, КТБ рассказал о Гуркишоре, Джаганате и так далее. Ну что, это такая достаточно интересная тема, которую мы сегодня затронули. Более конкретно, вот в ГИТе видишь ли ты идеи любви, как они там раскрываются? Прежде всего, слова, слова, слова. Говорим о том, что в древней ведической цивилизации такого слова, как любовь, русская не было, были другие слова. Мы говорили сейчас надмерной любви. И в Бхагават, и в Бхагаватгите употребляется одно слово, которое больше связано с идеей поклонения, служения, это упасате, то есть он служит, он поклоняется, упаяна, и отрывается служением. Упасате и так далее. А слово, которое связано с идеей любовного служения, любовного самопосвящения, это слово баджаты. Вот. Поэтому, допустим, в шестой главе Кришна описывает мистическую йогу, медитацию, и в конце концов он говорит, йоги на мапи сарвиша ма гатэн антр атманах шрадха ван баджаты йоман сами юктатма матах. Тот, кто из всех йогов, тот, кто с верой, с шрадхой баджаты йоман посвящает себя мне, любит меня, сами юктатма матах. Тот является наиболее близок к мне. И если мы говорим, допустим, о любви к ближнему, то в той же 12 главе, не в той же, а в 12 главе, которая, это, кстати, очень интересный момент, Кураев иногда спрашивает, где бы говорить и говорится о любви к ближнему. И вот ответ Кураеву. Ответ Кураеву. В 12 главе Бхакти-йога, 13 стих, Кришна, он говорит, что мой преданный, он никому не завидует, адвеж штамм Сара Бутана, Митра, он дружелюбен каждому, и корона эвача, и сострадателен. Поэтому мы понимаем, что любовь к ближнему это все-таки не облабызать его, не поцеловать, а все-таки именно речь идет об этом. А дружелюбие, не, ну, конечно, разные могут быть концепции современного общества, но в целом, если мы рассмотрим эту слогу как раз любовь, что такое дружелюбность, предсострадание, это есть любовь к ближнему. поэтому Кураеву просто надо внимательнее прочитать, бхагаваггита. Да, но я думаю, что сейчас Кураева не до этого. При моей короткой встрече с ним он очень гордился знанием слова Адвейта-Виданта, но Вишишта-Двейта-Шудха-Двейта, Шудха-Вишишта-Двейта, Ачин-Тибе-Татва, я думаю, что еще много предстоит ему постигнуть, хотя, как один из многих, он, вероятно, на пути поиска Божественного, и мы надеемся, что в один момент бхагаваггита она затронет его сердце, потому что иногда так Господь делает, что Он обращает противников преданных, это было Джагай Матхайм, это было сарвабомба, это чай с потанами и мусульманами. Силой своей любви Шичитляне Махапрабу мог обратить противников вайшнавизм или атеистов, или антагонистично настроенных. И в этом есть величайшая сила любви, что она способна превзойти хорошее и плохое, она не выбирает, она как волна цунами сносит на своем пути и очаровывает, заставляет и трансформирует. И как раз в этом есть определенная глубокая драматическая идея, когда приходит Господь Чайтаня, и он поет, танцует, и фактически мы знаем, что главные преступники в религии это религиозные люди, религиозные лидеры. Об этом описывает Бахни Матакур в своих трактатах о том, что, например, ведьма Путана, олицетворение лжи Гуру или Денека Асура, ишаки, которые живут в лесу, который называется Талаван, где множество сладких фруктов, которые дают духовность религия, но эти ишаки, религиозные деятели, они охраняют этот лес, потому что, не дай бог, там какие-то простые люди не зашли, не попробовали наших сладких фруктов, но Баладева с Кришной забрасывает их на пальмы и они учатся летать без парашюта. Поэтому идея того, что религиозные деятели зачастую являются величайшими тормозами, стопорами религии, эта идея не новая, для детей всем понятное, об этом понимает и социальное общество, светское, причем это не только в религии, например, многие знают, что в науке есть всегда лженаука, огромное количество людей, которые фактически тормозят науку, пытаясь получить средства, так сказать, или вторая часть лженаучных людей, это те, кто подлинных духовных искателей, научных гнобят, не давая новым изобретениям, теоремам, ходу. Поэтому мы всегда будем связываться в материальном мире с антитезисом. Что Бхагавадгита говорит об антитезисе? Мир все равно будет проявляться антитезисом. Даже мы живем в таком мире, где даже за справедливость надо воевать. Что Гхагавадгита об этом говорит? Это очень оптимистичной книгой, на самом деле. И обычно мы понимаем прогресс как один сплошной тезис, как ряд уверенных побед. Но более глубокое понимание реальности показывает, что обычно любой прогресс или любое движение это тезис, антитезис и синтезис. То есть это некого профессионального боксерского боя, где 15 раундов. Ну простейший пример Звездные войны. Первая разрушена станция Звезда смерти, потом я могу побеждать всех, вместо этого ему отрубают руку, он в шоке. И потом уже после антитезиса что происходит? Возвращение джедая. Или самый опасный возраст водителя, когда он 3 года или сколько, когда он считает, что я уже идеальный водитель. Потом какая-то мнет немножко машину, он понимает, ага, через анти... И если мы говорим о самураях, то я вам этот Сунутому он говорит, что самый опасный самураи, вот Виталий может меня скорректирует, это тот, кто не ошибался, тот, кто еще не терпел поражения, вот это самые опасные самураи, самые опасные психи. Поэтому мы видим, что в духовности точно так же. И поэтому, что интересно, если мы читаем ведические тексты, то буквально первые вопросы, которые ставятся, это а что будет, если мне не получится? И в той же шестой знаменитой главе, которую мы сегодня цитируем, Арджуна говорит, а я встану на путь йоги, а у меня не получится, потом я отклонюсь с него, и не исчезну ли я подобно рассеянному облаку, не обретя ничего не в этом мире, и в духовный мир так и не войдя. Ну а для такого человека, который... Вот антитезисный. Для человека, который идет таким прагматичным путем, для очень многих вопросов на самом деле, а почему я должен принимать инициацию, я еще не готов, или я еще не достоин, а вдруг у меня не получится, что им говорит Кришна, отвечает? Кришна отвечает, что ни одно усилие на этом пути не остается незамеченным, ни одно начинание не пропадает даром, и даже незначительное продвижение по нему освобождает от великого страха, освобождает от страха бытия и теряя. Я с Кришной полностью соглашусь, потому что я знаю, что большинство преданных это люди, которые полный страх и совесть потеряли в силу тех или иных обстоятельств. Вообще, как бы, вот, что с этим делать? Те, кто уже встали на путь духовный, но еще не дошли до пути освобождения, я понимаю, что для них уже закон не закон, Кришна не Кришна, а там, ты воруешь, почему мне нельзя воровать, у тебя гопия, почему у меня не может быть гопия, то есть, вот, ну, как бы, они в конфликте с неким, с Господом, но я так понимаю, что он где-то поджимается там в духовном мире, в очень небольшом, держит оборону, что делать тут с этими людьми? Ну, наши учителя объясняют, что если под предлогом духовности или какой-то своей духовной жизни мы будем оскорблять, травмировать других людей, то прежде всего мы сами получим их недостатки, на которых мы концентрируемся, вот, и просто для того, чтобы мы сами не деградировали, иногда нас может дистанцировать на какое-то время от потока духовной жизни, вот, но в целом объясняется, что даже если человек, он занимает положение менеджера или администратора, и он, используя это положение, начинает не дружески, а злобно выискивать недостатки в других людях, использовать свое положение, чтобы самоутверждаться, то в качестве наказания эти недостатки поразят его самого, поэтому это мистические процессы, и... я вот точно знаю, что это происходит по-настоящему, вот, так или иначе объясняется, что преданные, они посылают определенную психическую энергию, и в Пуранах мы находим целые цепочки проклятий, там, это проклятие сделало это, 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 смирение... Позитивную психическую энергию могут преданные послать? В общем-то, есть шлока, которая говорит о том, что подлинный вайшнаф, это сплошная позитивная энергия, что ругает ли он или хвалит он, дает деньги или забирает деньги, все, что он делает, это благо, потому что его сердце, оно отдано Господу, и оно абсолютно чисто от корыстного, от частного интереса, поэтому он является определенным медиумом, вот, но это вопрос очень высокой квалификации, что у нас в гостях было сегодня Станислав Звисько, он только что послал определенный посыл всем нашим слушателям и зрителям, и мы надеемся, что те глубокие истины, которые мы сегодня обсуждали в этой телепередаче, они, безусловно, затронут сердце каждого, но у нас последний гость, небольшой, это Ананте Деф, Прабо, он только что был в Индии, снимал кино, он еще похож на викинга, я бы хотел задать несколько вопросов, прошу вас. Вам украинский переводчик нужен ли вы по-русски? Прямая трансляция, прошу вас. Дело в том, что недавно вышел известный сериал «Викинги», ну вот, и именно так выглядели древние викинги, единственное, что у них еще на усах и на бороде были такие серебряные, ювелирные такие штучки, я думаю, в Таиланде их можно купить или заказать, вот. Ананте Деф это музыкант, философ, писатель, танцор, звукорежиссер, киноассистент в одном лице, поэтому ему посчастливилось шесть месяцев своей жизни прожить в святых местах, посетить Кумбамилу, Праяк, Раджастан, Джаганадхапурия, ну вот, и он участвовал в одном из наших проектов, который в ближайшее время, надеюсь, в фильме, который выйдет на экране, серьезное кино. Но скажи мне, вот, что ты почувствовал вообще в Индии, соприкасаясь с людьми в процессе своего служения, вот, снимая какой-то глубокий фильм, что ты почувствовал? Можно было бы такой фильм снять там в Казахстане или там на Украине или в России? Ну, конечно, можно было, но Индия это особое место, потому что попадая туда, ты явно чувствуешь, что люди вокруг, они живут помимо обыденных вещей, каких-то, которые всем нам близки, в Индии много людей, которые явно чувствуются, что они живут чем-то внутренним. То есть ты общаешься с человеком, но понимаешь, что, ну, конечно, в Индии очень много людей, шарлатанов, людей, которые пытаются тебя развести, какую-то выгоду с тебя извлечь, но при этом всем с такими людьми камерой, какое-то иностранство. Да, наравне с этим ты видишь людей, которые заняты осмыслением, осмыслением тех мест, в которых они живут, то есть даже самые, мы были в городе Варанаси, Бенарес, и нам помогал один из чиновников, скажем так, этого города, и, то есть, казалось бы, человек, который далек от какой-то религии, там, духовности, по нашим меркам, но общаясь с ним, ты понимаешь, что этот человек, он сказал такую вещь, ты понимаешь, что это место, где сжигают трупы, откуда уходят уже тысячи лет люди, они приходят специально в это место, чтобы оставить свое тело, я счастлив осознанием того, что я уйду именно из этого места, то есть, он осознает свою смерть не как конец его карьеры, там, конец, там, его счастья материального. То есть, чисто поочином, взял кредит и ушел. Да, смылся, набрал и убежал. А совершенно другая вещь, человек счастлив тем, что его тело сгорит, в этом святом месте. То есть, для меня это было совершенно не помещается в голову никак. Ну, вот вы снимали кремацию, идея кремации, наверное, очень такая, как бы, ну, сильный драматический кадр для белого человека, который даже смерть видит в форме колбасы или сосиски, приятно присыпанные специями, амортизаторами, то есть, для которого мертвое тело, не более чем совокупность белков, калорий, который предоставил какой-то очень известный, хорошо раскрученный мясокомбинат, который рекламирует, вот когда ты пришел, увидел все вот это мясо, смерть, вы там снимали достаточно такие шокирующие кадры, в том числе, да? Ну, сам момент кремации, да, снимали, как это происходит ежедневно. Ну, вот как там индусы к этому относятся? Вот вы снимаете, совершенно непринужденная обстановка, в плане того, что ковры рядом сушат, горит костер, в него подкладывают дрова, подносят, как бы, умерших, а рядом просто сушатся костры, ну, жар от костра большой, там на расстоянии 10 метров стоишь, ну, очень жарко. То есть, кто-то, если-таки, воспользовался? Местные просто сушат вещи. Кто-то воспользовался такой возможностью, что энергия не должна пропадать впустую, надо еще сушить ковры на погребальных кострах. Поэтому, как бы, нестыковка огромная происходит именно в Индии. То есть, с одной стороны, понимаешь, что... Ты не сказал там, тихо, тихо, это церемония, там, все должны быть в трауре. Вот. Да, с одной стороны, присутствует это очень серьезное отношение, то есть, следование традициям. Родов родственников. Да, да. Ну, там все как-то этим проникнуто. То есть, все прекрасно осознают, что сейчас здесь происходит. Но при этом, вот эти бытовые вещи, которые, вот уже, видимо, вошли в воде. Жизнь идет, все продолжается, ничего не... На этом не останавливается, нету слез, трагедий. Ты знаешь, что у меня была такая реализация, я был в больнице с аппендицитом в нашем замечательном городе, который ты больше всего, наверное, тоже любишь. И я, Киеве. Вот. Пролежал там в коридоре тысяч часов, ну, просто деньги ждали медбратья, когда я предложил им. Вот. Ну, я чуть не умер. У меня было такое впечатление, что, вот ты знаешь, я сейчас умру, а ничего не произойдет. Все нормально, на самом деле. Кто-то ходит там, кефир, молоко, обед. То есть, ты умираешь, а у кого-то обед. Ты умираешь, а кто-то опаздывает там на встречу, в школу. Вот. Бредность вот этого существования, насколько она вообще в Индии шокирует так вот открыто? Ну, легко. Там не чувствуется этой тяжести, вот давящая смерть, и нависшие там, угроза над всем. Большинство людей прекрасно это осознают, и более того, мне показалось, что большинство этих людей живут вот так, как говорится в идеалах, что живи каждый день свой, как последний. Это очень высокая идея, но мне показалось, что многие из тех людей, которые мы встречались, они живут этим осознанием. Ну, вообще, как бы, такая достаточно интересная вещь, как в Шамадбхагаватам говорится, что считать, что существует смерть, как некий конец души, это невежество. Ну, как бы, бояться смерти, это значит, что бояться осени. Ну, тогда там, или бояться заката солнца. Вот, поэтому, например, священные писания, такие как Бхагаватам в Индии, они говорят о бессмертии души, и они говорят о том, что на самом деле мудрец, ну, даже не мудрец, человек, который обладает хоть каким-то представлением о жизни, он понимает о вечном пути души. Вот фильм, который вы снимали, там, как бы, я так понимаю, что главная же идея, это какой-то путь души, я так понимаю, да? Ну, главная идея этого фильма показать то, что бессмертие существует не просто в виде какой-то идеи, да, какого-то идеала, а оно существует просто имеет множество проявлений в жизни. Это хотелось показать, то есть, не как абстрактное какое-то понятие, а каким образом бессмертие, ну, стремление к бессмертию, какие-то попытки привнести в свою жизнь бессмертие, то есть, это, ну, пытались показать вот в фильме, документальном, то есть, не дорисовывая ничего, не добавляя, а как вот, выйдя на улицу в город и понаблюдая за людьми, за их жизнью. То есть, и все-таки Индия как площадка была не случайно выбрана? Само собой. И более того, многие люди, которых мы встречали, то есть, поскольку мы снимали совершенно не коммерческий фильм, да, проект, который был на энтузиазме построен, все делалось бесплатно, и нужна была помощь, да, то есть, четыре русских человека в Индии, понятно, что, ну, даже просто машину из одного места в другое нужно просить помощи. И многие люди, они, специфик того, что индусы, да, сначала спрашивали о деньгах, но потом, услышав о том, что мы снимаем духовный проект, то есть, проект, фильм, который будет рассказывать людям о душе, и тем более, о ведическом взгляде на душу, на Бога, на ней, как бы, отказывались каких-либо денег и делали просто, желали внести свою какую-то каплю в это. Несмотря на то, что мы русские, несмотря, там, Кришне ты поклоняешься, Шиве ты поклоняешься, Ликале, для многих индусов это вот какой-то вот единый вектор, то есть, духовность, преодоление смерти, то есть, для них это, для многих этого было достаточно, чтобы просто бескорыстно тебе помогать. То есть, факт того, что вы находили волонтеров, хотя зачастую в Индии, как бы, вы туристы с большой американской камерой, все понимают, что, как бы, кино — это деньги, то есть, вот, все-таки, мотивация была достаточно такая высокая, да, я так понимаю? Да, и практически где угодно это встречалось, то есть, на улице, и, там, в гостинице, в отеле, в которых мы жили, и водители, ну, совершенно разные люди, когда они узнавали, что мы не просто приехали, там, поснимать пейзажи индийские, или какую-то культуру, все-таки несем какую-то духовную идею, они сразу, как бы, воодушевлялись этим. Ну, а помогло, например, тебе в Индии, что ты вайшнаф, то есть, вот, как бы, ты почувствовал какую-то гордость, что ты вайшнаф. Мне, наоборот, помешало. Ну, чисто мое мне такое ощущение, что я чувствовал себя не в своей тарелке, в том смысле, что, как бы, я прекрасно понимал, что я к этому, я этим не живу, я к этому стремлюсь. То есть, я встречал людей, как-то вот, так чувствуется, что этот человек, для него духовная жизнь, реальность, а для меня это просто вот какая-то планка, к которой я продолжаю идти. Поэтому мне было так некомфортно иногда. Но, опять же, это хорошо, ты говоришь, достаточно самокритично, и тем не менее, понимание того, что ты в какой-то степени соприкоснулся с Бхагавадгитой, со священными писаниями, с этой сакральной культурой. Ведь вряд ли бы, если бы ты приехал такой вот чисто, ну, скажем так, обыватель, так как, например, там вот смотришь фильмы National Geographic, там на Кумбомилу приехал журналист, он там, и он в основном снимает фильмы о себе, по большому счету. Ну, как он там туда приехал, как он там что-то сделал, помог, а ты где-то в какой-то момент осознавая некую духовную задачу, некую, как бы, ведь, наверное, чтобы сделать, что-то нужно отстранить некое свое эго, некое свое я, ну, скажите, в какой-то момент, что-то, я приехал в фильм не о себе снимать, вот, а я хочу снять фильм о бессмертии. Начало фильма, оно вообще было очень мистическим, то есть, много моментов было на протяжении фильма действительно мистических, в том смысле, что в начале, когда мы выехали, то есть, мы понимали, что нужно снять фильм о бессмертии, он будет документальным, но где, в каких местах, с какими людьми, это все было загадкой. То есть, фактически, это был такой сталкерский поиск, да, то есть, у нас было желание и навстречу этому желанию начали появляться люди, места, то есть, мы жили, например, в Аранасе, нам посчастливилось поселиться в древнем Ашраме Господа Шивы прямо на берегу около места, где сжигают умерших, очень сакральное место. То есть, да, много туристов, но нас поселили там не как туристов. И когда мы начали узнавать, каким образом мы там оказались в этом месте, оказалось, что Джай Кумар, наш хороший знакомый, случайно в поезде ехал, возвращаясь домой с одним индийским джентльменом, разговорился, сказал, что у меня есть друзья, которые едут в Индию, в Аранасе, будут снимать фильм. Этот человек, оказывается, знает настоятель этого монастыря. И много-много таких мелочей, которые связываются друг за дружкой. И когда мы приезжаем в Аранасе, оказывается, все уже давным-давно произошло на самом деле. То есть в тот момент, когда мы двигались, реальность, она каким-то образом, окружающая действительность подстроилась, она нам помогала. Иногда были препятствия, конечно. То есть Сатя, он катался за голову и кричал, что я в жизни никогда не испытывал столько проблем, как на съемках этого фильма, но я чувствую, что как будто все против. Но на самом деле проходит 2-3 дня, и ты понимаешь, что этот момент нужен был для кого-то преодоления. На самом деле все в порядке. Ну хорошо, чтобы подытожить, 6 месяцев в Индии съемки в более чем, наверное, в 8 местах, фактически вы проехали всю страну. 14 городов. 14 городов, да, то есть в каждом городе, наверное, ты, наверное, запомнишь, что ты на всю жизнь, как тот японский Ронин, который, как тот японский самурай, который служил, написал стих, что это единственное очень важное, что я запомнил. То есть запомнишь ли ты на всю жизнь это как некое событие для себя вот такое? Да, несомненно. Можешь ли ты сказать, что ты еще когда-то в этом воплощении в 14 городах священных Индии побываешь и будешь снимать фильм о бессмертии души? Все возможно. Было бы желание. Ну хорошо. Но мы надеемся, что у тебя это желание будет. Это было очень интересное интервью. А мы с нетерпением ждем на самом деле выхода этого фильма. Мы понимаем, что всегда существует множество препятствий. Одно из препятствий это мы сами в первую очередь, наше мировосприятие, наше понимание. Часто мы соприкасаемся друг с другом на материальном плане, но все-таки вспоминая о том, что у нас есть какие-то высшие цели, задачи, есть тот самый мир, который столь очевиден, прекрасен, столь так проявлен в индийской культуре, в индийском сознании. Конечно же, хотелось бы подарить этот фильм, это понимание там, например, нашим китайским братьям, миллиарду людей посмотреть такое кино, там, российским зрителям, ну, вообще, всему человечеству. большое спасибо тебе, надеюсь, мы продолжим еще поговорить. Ну, я заканчиваю сегодняшнюю передачу тем, что мы сегодня у нас было три очень важных гостя в студии, каждый гость по-своему уникален, по-своему интересен, все они объединяются тем, что они все являются членами нашей миссии и считания сарасватмат, вот, и это прекрасно, потому что наше духовное движение растет, к нему присоединяются творческие люди, интересные люди, люди, которые хотят что-то отдать на разных уровнях, не только заинтересованы личной духовной практикой, личным духовным совершенством, вот, ну, и, собственно, благодаря им и, наверное, произошла сегодняшняя трансляция, поэтому благодарю всех.